Есть такая у военных, есть такая техника, такая камера ночного видения, допустим, или камера сквозь стены видеть, что-то там просвечивает, сквозь стены может видеть. Есть такая техника, блин, а что, нет духовного видения подобного, что ли? Преиманджина чурита бхакти вилочанэна. Есть. Поэтому вообще нет пространства у человека, обладающего духовным видением. Нет пространства, он может увидеть сквозь. Вот прямо сейчас находится здесь, он не думает, что Вриндаван там только на карте, место на карте такая. Где-то там в Индии, кулачок земли, он понимает, что Кришналока, она больше всех вайкунтв вместе взятых. Вот. Это огромная, огромная, огромная планета. И вообще, фактически, куда бы ты ни посмотрел, там сквозь это всё ты найдёшь Кришналоку. Ты можешь увидеть это сквозь пространство. Твой рентген может просветить для тебя твоего Кришну, играющего на флете, его спутников, его обители. Всё это ты можешь просто приблизить к себе, как с биноклем мощным. Бхакти-вилочанэна. Прэйманджанна чурита-бхакти. Тебя прямо перед глазами увеличилось. Ты говоришь, я во Вриндаване. Тебе никуда не надо спешить. Ты уже во Вриндаване. Вообще, и согласно этой позиции, и согласно тому, что вообще живое существо никогда не падает из Вриндавана. Никогда не уходит. Конечно же, есть живые существа уровня Вайкунтхи. Они там существуют, реально. Это кажется вечностью, но это не вечность. Вот говорят, с Вайкунтхи действительно падают. Это не вечность. Кажется, очень долго там, очень долго, вообще очень много. Тем не менее, это всё является сном души. Состояние Вайкунтхи также. Это сон души. Постепенно, когда люди пренебрегают развлечениями Кришны, начинают к этому примешивать свои эти зависть, свою чванливость и так далее, они постепенно становятся религиозными, идут на Вайкунтхи. Это всё сон души. Они там находятся. Их сварупа продолжает находиться на Кришна-локе, а их сознание отождествляет сначала с Вайкунтскими какими-то телами, потом ещё оттуда можно упасть. И они отождествляют уже этот луч сознания, который исходит от Кришны. Он уже через Вишну проявился. Кажется, что из Вишну это всё исходит теперь на Вайкунтхи. Ты только Вишну, да, Вишну тебя создал. Самого Вишну кто создал, блин, придурки? И потом от Вишну, вдруг ты от него отваливаешься, падаешь, и ты тоже начинаешь отождествлять себя с райскими планетами, ты уже какого-то подолбог, божишь Брахма. Она там раз, потом раз, и Брахма тоже похорошела. И он так раз, пал уже и стал каким-нибудь муравьём, блин. И вот типа того, знаешь, мы постепенно скатываемся, наше сознание просто отождествляет. Вот линия сознания, она может быть от Кришна-локи до этого материального мира, до самого низа. Луч пробивает. Твоё право. На каком месте ты себя будешь отождествлять? Мгновенно можешь переместиться туда и туда, куда угодно. Итак, где ты хочешь себя отождествлять? Пожалуйста, блин. И ты так, ой, я такой падше, блин, буду тут, блин, буду в этом материальном мире, я буду служить, а пока не вознесут, блин. Ну и служи вечно, это и есть майя. Иллюзия, понимаешь? Служи, блин. Кого не волнует? Все такие же могут придуриваться, как хотят. А кто-то берёт так. Опа! А я уже здесь. Хотя луч бьёт и туда, блин. А я уже на месте. У меня все дома, блин. И у меня хорошо, всё хорошо, ты говоришь. Так что размышления по поводу того, как вернуться в духовный мир, падали ли оттуда, это всё как-то материалистичное размышление. Мы там находимся, мы там пребываем, но только в таком микросне. Микросне. Итак, что нам делать, если вот сейчас наше сознание отождествляет себя вот с этим бытием? Мы вот ощущаем себя именно в этом теле, именно на этом уровне. Мы отождествляем себя с этим обществом, ищем для себя, для этого тела, какую-то гуру. В целом, вообще, что это такое? Все живые существа принадлежат Кришне. Находясь в иллюзии, живое счёто начинает думать. А я принадлежу Вишну? А я принадлежу какому-то гуру? Это иллюзия. Истинный Духовный Учитель просто даёт подсказку. Говорит, ты принадлежишь Кришне вечно. Он даёт такое трансцендентное осознание своего положения. И как-то вручать себя гуру, это такому гуру, такому гуру ты себя не вручишь. Это бесполезный номер. Абсолютно ты не можешь принадлежать такому духовному Учителю. Он просто является тем, кто направляет на Кришну. Это на самом деле бескорыстная Личность. Она отличается тем, что ты не получаешь никакого удовольствия от служения себе непосредственно. Ты не сможешь приблизиться к этому Учителю непосредственно. Он тебя сведёт с Кришной, а сам отвалит. Это определённая специфика. И мы об этом будем говорить. Я подготовил наглядные примеры для этого дела. На этот счёт у меня есть такая замечательная игрушка в виде патрона. Вот видите, патрон, брелочек такой, патрон, фонарик, иначе к тому же. О, сейчас светит. Так, вот брелок такой. Короче, объясняю. Наше отождествление себя с этим обществом и этими гурами и всем остальным – это гильза. Вот. Это гильза. Мы, наше сознание – это пуля. Какие-то благословения – это батарейки. Какие-то трансцендентные реализации, какие-то установки, которые мы получаем в этом обществе, получаем на начальном этапе. Вот вон в покое находится этот патрон. Мы получаем на начальном этапе какой-то заряд, какую-то энергию нам дают. Какую-то энергию. Вот. В определённый момент мы находимся в каком-то обществе, скажем, в стволе какого-нибудь оружия, допустим, ну, как бы пусковой установки. Да. Вот. И в определённый момент происходит по всему этому, по всему этому, как бы, сотрудничеству удар спускового механизма, удар. И, так сказать, этот патрон, в нём происходит взрыв. И гильза летит в одну сторону общества, летит в одну сторону, а пуля летит в другую сторону, со свистом, блин, причём, на огромной скорости. Когда определена цель. Когда определена цель. Происходит между обществом, между обществом и личностью, сознанием происходит конфликт. Когда определена цель. Как только определена цель. Вы заметите, по моей жизни, по моему примеру. Как только я выбрал Кришну, произошёл между обществом, сознанием Кришны и мной, произошёл конфликт. Общество отвалилось в одну сторону, я полетел со свистом в другую сторону. Они считают, ой, я пал, блин, я за собой оставил разрыв, блин, в ад какой-то, пекло, блин. Я в пекло, блин. Они смотрят, блин, ой, блин, охуень, блин, от меня какой-то. А я лечу, я лечу к Кришне, вот. Скажем так. Не будем этот. Возьмём вот этот, раскручим. Раскрутим этот патрон. Итак. Вот. Это общество сознания Кришны. Это общество сознания Кришны. Вот. Оно отваливает в одну сторону. Ты патрон. Вот. Ты патрон. Пуля, вернее, да. Ты уже пуля, да? Ты летишь. Цели. И попадаешь в десятку. О. И ты попадаешь в десяточку, блин. Вот. Твоя цель. Твоя цель не в том, чтобы находиться в обществе. Не в том, чтобы находиться в этом обществе. Вечно. Твоя цель в том, чтобы попасть в десятку. Спутников Кришны. Вот настоящая цель. Находиться в этом вот состоянии, блин. Это тупость. Есть разные варианты тупости. Вот. Некоторые. Ой. Некоторые. Они находятся в такой тупости, как Может быть, они увидели цель. Может, они увидели эту цель. Мишель. Но они только в состоянии вот этого вот. Бобыли. Они были только пулей. Всё. И цель. Они увидели. И думают, ну, сейчас мы полетим в эту цель. И фиг. И вниз. Бум. И упали. Потому что На самом деле Для того, чтобы Обрести энергию Нужно очень сильно разочароваться в этом. Очень сильно разочароваться в этом. Где ты находился. Сильно. Вот ты тут так любил их. Так дружил. Так служил им всем. И тут все Так надо разочароваться. Со взрывом прямо. Чтобы тебя там просто со свистом оттуда выкинуло. И больше не приходи в наш крам. И девята, спасибо. И полетел. Кришне. В этом есть и также Замечательная цитата, подтверждающая. Говорится, что Если Кришна на самом деле кому-то милостив, Тот теряет. От него отворачиваются все его друзья. Понимаете? От него отворачиваются. 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 Все его друзья. Отворачиваются. И Не видя ни в ком другом себе поддержки, Такой человек полностью посвящает себя Кришне. Зависит только от него одного. Сарват-харман-парития-джа. Мамэ-кам-шаранам-враджа. Ахам-твам-сарва-папепхи. Сарва-папепхи. Все грехи на себя берет сам Кришна. Мокша-ишья-ми-машучах. Не беспокойся. Ни о чем. Так что вот так. Сарва-папепхи. Сарва-папепхи.